МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени награждены Сидев Александр Сергеевич, ректор Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики, технические институты. Спасибо, Владимир Владимирович, за то внимание, которое вы уделяете в последнее время информационным технологиям, поскольку вот наш технический университет это все направления информационных технологий. Владимир Владимирович, вас все приглашают в гости. В этом году у нас 60-летие, это Москва, и мы очень хотели бы видеть вас. Потому что здесь есть на что посмотреть. Сегодня МИРА – это 16 факультетов, 102 кафедры, 1600 человек профессорско-преподавательского состава, более 100 тысяч выпущенных специалистов высшего профессионального уровня. На международном факультете обучаются студенты более 30 национальностей. В МИРА есть свое телевидение, учебное, научно-популярное. Между прочим, выпускники университета не только работают на основных телевизионных каналах страны, но и руководят многими из них. Учиться в этом ВУЗе не только престижно, но и очень интересно. Это размах от самых фантастических технологий будущего до ставших уже привычными. Похоже, абитуриентам в университете все интересно. Светлые аудитории, просторные коридоры, интересные выставки и большая научно-техническая библиотека. На какой факультет ты собираешься поступать? Ну, вообще, я собираю. Думаю, компьютерная безопасность или что-нибудь из этого рода. Факультет вычислительных машин и систем – молодой факультет. 12 лет назад мы получили от факультета кибернетики две специальности для разгона. Одну из этих специальностей – вычислительные машины, комплексы, системы и сети – мы поддерживаем до сих пор. Здесь готовится широкий спектр специалистов – от системных администраторов до разработчиков железа. У студентов факультета вычислительных машин и систем такие же возможности, как и у самых именитых ученых. Кстати, они допущены в Межведомственный суперкомпьютерный центр Академии наук. Мы находимся в ядре нашего Межведомственного суперкомпьютерного центра. И здесь мы можем видеть различные виды поколения вычислительных систем. Вот эта система – это машина, которая была одной из лучших систем мира в 2001 году. То есть, но, если мы посмотрим на следующую систему, которая в 2006 году была одной из лучших в мире, то быстродействие этой системы в 16 раз больше, чем производительность той системы. Это теория, но ведь есть и практический результат. Например, знаменитая система «Газвыборы». Государство высоко оценило разработчиков этой системы. И около 20 человек представлены государственным наградам. Удалось создать очень хороший сплав из опытных разработчиков с большим стажем и молодых специалистов. В основном, это, конечно, специалисты из мира. Реалии современной жизни диктуют свои условия. Эффективно применяется биоконтроль. И здесь к этому уже готовы. Студенты и выпускники мира участвуют в этой важной работе. Факультет развивался. Появились новые специальности. Компьютерная безопасность и информационная безопасность телекоммуникационных систем. Здесь мы готовим специалистов прежде всего по заказам государственных учреждений, силовых структур нашей страны. Ну и в частности, это ФСБ и Главное разведывательное управление ГРУ. Мы с вами находимся в новой штаб-квартире ГРУ Министерства обороны. Часть из того, что здесь есть, мы можем представить сегодня на ваш суд. Далеко не все, конечно. Надеюсь, вам понятно, почему. А для этих ребят это не секреты, а просто их будущая работа. У меня к тебе вопрос. На какой факультет поступаешь? Кибернетику. Почему именно на кибернетику? Потому что я долго искала специальность, которая мне нравится, и эта специальность есть именно на кибернетике. Какая специальность? Автоматизированная система обработки информации и управления. Факультет кибернетики вышел из факультета автоматического контроля и управления, который, в общем-то, имеет дату рождения такую же, как и у института. Сейчас мы перешли на новый совершенно уровень. Это создание интеллектуальных систем, систем, способных решать задачи в условиях неопределенности, способные поступать по аналогии с человеком, способные решать задачи, которые не под силу человеку. И вот специалистов в области интеллектуального управления практически готовят все кафедры нашего факультета. Кто-то для интеллектуальных систем управления в области экономики, кто-то в области передачи и обработки информации, а кто-то в области роботехнических и мехатронных систем. Этот робот на уровне 1984-1985 года демонстрировался на международной терке в Лейпциге и получил золотую медаль. Если иметь в виду, что 80-е годы – это общий мировой бум промышленной робототехники, это, конечно, очень большое достижение. Чем интересна эта лаборатория? Тем, что в ней, по существу впервые в России, сделан интересный конструктив. Роботы стали другими, и смысл их трансформации – это переход от хорошей мускулатуры к более совершенному разуму. Поэтому сегодня здесь создаются новые, самые перспективные системы управления для этих машин. Сейчас мы с вами находимся в учебной лаборатории, в которой студенты изучают новые технологии измерений, контроля и диагностики. Мы стараемся, чтобы студентам было на кафедре по возможности интересно. И для этого существует студенческое конструкторское бюро. Студенты могут заниматься научной работой, производственным обучением, проходить дипломную и преддипломную практику. Это была первая кафедра в России, которая издавала учебники с приложением программного обеспечения средств, позволяющих использовать достижения технологий виртуальных приборов. А сейчас разработанные здесь технологии появляются в целом ряде других университетов. Такая лаборатория, как у нас, в институте всего одна. И больше того, таких центров во всей нашей стране сегодня пять или шесть. Вот один из них находится в этой комнате. Перед тем, как шагнуть в будущее, вспомни пройденный путь. 1947 год. Москва отмечала свое 800-летие. Закладывались в памятник ее основателю Юрию Долгорукому фундаменты первого в стране сталинских высоток. А еще это был год рождения Всесоюзного заочного энергетического института нынешнего мира. В 1947 году было подписано постановление правительства СССР о создании Всесоюзного заочного энергетического института, который развивался в очень больших темпах. И в 50-х годах численность студентов достигла 30 тысяч студентов по всей стране. Эти корпуса – родина университета. Сюда и студенты, и многие преподаватели приходили еще в военных гимнастерках. Все они прошли самое суровое испытание 20 века. Субтитры подогнали Симон. К сожалению, сохранились не все фотографии ветеранов, но институт помнит их все по именам. Субтитры подогнал «Симон»